Я не знаю, как сейчас дела обстоят в школах, но в наше время нам показывали фильмы про друзей алкоголиков. То, что с нами может произойти, если мы не научимся себя ограничивать и вовремя говорить «стоп». Вот сегодня мы вместе с Центром Возрождения, который располагается здесь, на улице, на проспекте Ленином, 126, аккуратно против арены «Металлург», мы решили показать вам, что случается с теми, кто не то что злоупотребляет, у кого же планка слетела. И для этого мы поехали куда? Естественно, на Брусково. Куда еще? И вот об этом мы сегодня и поговорим. Стоит ли вам доходить до такого состояния людей, овощей? Человеку, как и всему сущему, свойственно заблуждаться. Если птенец с канала Discovery заблуждается в прочности поверхности водоема, то его съест крокодил. И если антилопа по неосмотрительности отбилась от стада, это завтрак львам. Человека задрать способен разве что медведь или задоптать слон. Но человека губит, как ни странно, сам человек. И тут общество, стадо, семья должны прийти на помощь. Правда, самые сообразительные должны сами понимать, когда им эта помощь необходима. Государство в заботе о своих трудовых ресурсах, естественно, выполняет эту функцию. И можно долго шпынять медицину отсутствием евроремонтов и кондиционеров. Но медицина сохранена в то время, когда вектор движения менялся по сумасшедшим и непонятным законам. Но если государство способно помочь людям больным алкоголизмом, если эта помощь может прибыть с оперативностью скорой, то не все потеряно. Ситуация с наркологической патологией в городе Магнитогорске достаточно напряженная. И об этом говорят цифры, то что 11,5 тысяч человек состоит на диспансерном учете в нашем учреждении. Понятно, что это не все лица, которые нуждаются в наркологической помощи, а те, которые попали в поле нашего зрения. В целом, можно сказать, что 2,9% населения Магнитогорска страдает наркологической патологией. То, что было выявлено. В целом, об утяжелении ситуации еще можно сказать потому, что среди лиц, пролеченных в нашем учреждении, имеет место рост попавших с алкогольными психозами. То есть это конечная тяжелая стадия алкоголизма. И увеличение числа этих больных говорит о том, что больные обращаются достаточно поздно, в стадии, когда имеются уже необратимые изменения со стороны психики и, соответственно, снижение личности. Мы имеем рост числа женщин, которые наблюдаются у нас, и рост числа подростков, в том числе девушек. И понятно, что это один из самых неблагополучных прогностических факторов на будущее. Понятно, что все эти лица нуждаются в помощи. И основной проблемой, я считаю, это позднее обращение больных за оказанием наркологической помощи. Здесь различные факторы имеют место, в том числе и стеснение, нежелание признать себя больным, отсутствие установки на лечение, потому что приятно заниматься тем занятием, которое субъективно для них приятно, им нравится. И, естественно, отсюда нежелание порываться этим занятием. А элементы какого-то принуждения нашим законодательством отменены, и больные обращаются только по собственному желанию. На сегодняшний день обеспеченность койками в городе Магнитогорске высокая соответствует нормативам. То есть 2,8 на 10 тысяч населения мы имеем наркологических койок. Это в целом больше, чем по области, и больше, чем по Российской Федерации. Ненамного, но в целом обеспеченность достаточная. Вопрос в материальной базе. В том, что здания все разрознены. Отделения, третье отделение, которое вы смотрели, первое отделение, переулок школьный, 18, все находятся в приспособленных зданиях, больные находятся в крайне стесненных условиях. И поэтому создает нам определенные трудности в оказании качественной и эффективной помощи. Тем не менее, учреждение располагает всеми средствами для обеспечения этой помощи. И, конечно, народ должен понимать, что есть место, куда можно обратиться за оказанием помощи в рамках государственной гарантии. То, что мы сейчас вам показываем, ни в коем случае не должно вызывать у вас ни ненависти, ни злобы. 90% россиян хоть раз в жизни были в таком состоянии, когда вы под воздействием алкоголя потеряли над собой контроль. Не верите инженеру энергетику? Поверьте дипломированному и многоопытному врачу-специалисту. Периодически и достаточно часто сталкиваешься с такими ситуациями, что у человека была тяжелая жизненная ситуация. Какая-то, неважно какая-то. Человек ушел за поезд. Он не мог сам выйти из него. Он обратился в наркологическое учреждение. Его поставили на учет, приличили он давно уже никуда. Он не может водить автомобиль, он не может получить справку на оружие, он там не может. Да, он спас себя. Он приходит ко мне, и мы начинаем беседовать. Я говорю, подожди, пройдет три года, снимем все с учета тебя, все будет как полагается. Но ты спас себя. Это твой выбор. Конечно, это в определенном плане, так сказать, значительная часть пациентов мешает. И будет мешать. Поэтому, так сказать, естественно, предпустительные и анонимные подключения. Если честно, то тот, кто находится здесь, в стационаре, под присмотром врачей, в разы счастливее того, над кем измываются родственники. Кто в судорогах, с бешеным давлением, хватает воздух и трясущимися руками держит стакан с водой. Эти люди не умрут. А тот, кто страдает дома, к сожалению, сделать это может. Нет, конечно, не всем способны помочь опытные врачи. Некоторые уже полностью потерялись и сохранили только животные инстинкты. Но и это тоже люди. Человеческая жизнь делится на пять ступеней развития. Первое. Детство. Второе. Отрочество. Третье. Юность. Потом идет зрелость. Старость. Ну и смерть. Искренне желаю, чтобы все прошли эти ступени развития. Вот только некоторые стараются как-то сократить. И ужать все до трех. То есть, первое. Только начав употреблять алкоголь. Затем вы болеете из похмелья. Вторая стадия, когда вы не запомничаете, что вы стали уже хроническим алкоголиком. И употребляете алкоголь же, опять же, чаще, чем раз в две недели. И третья стадия. Когда вы жизнь себе без алкоголя не представляете и даже не даете себе отчет. Дальше идет уже четвертая. То есть, перемотав две стадии, дальше идет смерть. Надо ли это вам? В принципе, с первой и второй стадий абстинентного синдрома легко справляются частные медицинские заведения. Ну вот третья стадия, когда человек не дает себе отчет, это все-таки вот сюда. Набираем 0,3, приезжаем и получаем лечение. Ну, в принципе, зачем доходить до этого? Для того, чтобы понять, что вы вернулись на круги своя, человек же может сделать и свою машину времени. То есть, достаточно просто в течение двух недель полечиться. Кстати, можно это сделать и бесплатно, и здесь, на Фадеево 22. Это поселок Брусково. Вот. И все. И вы уже здоровый, абсолютно нормальный и логичный человек. Хороший семьянин, отец, семейство, муж, брат, ну и сын, разумеется. Другое дело, если у вас нет времени, если вы очень занятой человек, если вы почему-то, ну, все-таки стесняетесь необходимости провести две недели в атмосфере качества медицинского обслуживания. Для этого у нас есть и частная медицина. Взаимосвязь человека и алкоголя, как и многих наркотических веществ, это тысячелетие совместного существования. И если древние римляне ограничивали себя путем добавления воды в вино, то изобретение перегонного куба позволило увеличить ударную дозу в разы. И в разы увеличилось количество людей, павших в битве с некачественным зеленым змеем. Век 20 и 21 и развитие медицины позволило применять различные методики быстрого избавления потенциального трупа от преждевременного путешествия в мир иной. Лучшие и грамотнейшие методики придумали те, кто естественным образом каждый день по специфике профессии работает над украшением желания людей непомерно пить. Не хотите – не верьте, но в моем лично табеле о рангах пропоится алкашей первое место принадлежит, извините, не России. Больше нас пьют практически все развитые страны и страны с самым большим населением. Для вас лично я узнавал о наличии наркологических клиник и в Турции, и в Индии, и в Германии есть они. Называются реабилитационные центры. Большая половина звезд Голливуда – их постоянные клиенты, как и музыканты, писатели и художники. Портаппарат СССР и КПК, директорский корпус любого предприятия и депутаты не открыты для всех, но постоянно после торжеств, а точнее до них, проходят профилактическую подготовку сердца, мозга, печени. Это нормальная практика. Любой сильный и достойный человек, естественно, зная слабину, защищает себя. Вы – достойные зрители, учителя, слесаря, водители, да без разницы кто, можете это сделать и делать это нужно и до того как и после. И это, поверьте, дешевле лечения панкреатита, шунтирования тромбов и прочей прелести, которую запросто можно получить кирогася 2-3 дня. Просто знайте, пройти лечение – это не стыдно, это нормально. Ведь даже у самого здорового общества есть болячки. И оно их лечит. Алкоголь, являясь по сути самым доступным антидепрессантом и расслабляющим, является и нашей болячкой. Как и банальная простуда от переохлаждения, вылечить которую профессионалам своего дела легко. Здесь важная роль непосредственной личности, которой надо будет оказывать помощь, и его окружению. Это друзья, это товарищи, это те же сослуживцы на работе, это многое-многое количество людей, которые вокруг нас. неизвестно, то есть я неоднократно сталкивался с такими моментами, когда просто-напросто приводили за руку руководителей тех или иных структурных подразделений и говорили, Вася, будешь. Вася еще не осознавал, что там надо, не надо, Вася будешь. И Вася, ну естественно, шел и делал и так далее. Других приводили жены, третьих приводили матери, четвертых, есть такая группа пациентов, приводили родственники, но, к сожалению, у них уже центральная нервная система практически на настолько примитивном уровне. И какие бы изощрения мы ни проводили, что бы мы ни пытались сделать, результата мы не получали, к сожалению. Возможно, и потому, что наше общество немножко по-другому относилось, оно формировало в человеке принцип просто идешь в медицинское учреждение, значит, ты не излечимо болен. Но мы прекрасно знаем опыт наших западных коллег, где помощь в лечении алкоголизма либо наркомании делается именно адресно, индивидуально с каждым. Мы здесь сделали этот центр. Для чего? Для того, чтобы донести эту помощь индивидуально, адресно и анонимно. И по возможности максимально качественно. И становится понятным и очевидным, не надо стесняться обращаться к наркологам, это настоящие профессионалы своего дела. Они-то знают, как вам помочь. Представляете, если у вас, допустим, ну, не то, что состояние дискомфорта, а просто ужас. Вы же не знаете, какое ваше артериальное давление, не знаете, что туда добавить. Поэтому смело, спокойно и без паники отправляйте своего родственника, отправляйте своего друга, отправляйте брата, жену, да без разницы с кого. Поверьте, так будет лучше. Через определенное время им станет гораздо лучше. А если они пройдут полный комплекс лечения, на котором мы, кстати, настаиваем, то через буквально 2-3 недели вы поймете, что это совершенно другой, абсолютно нормальный, адекватный и знающий меру человек. Но теперь для тех и в преддверии наших замечательных праздников новогодних конечно постарайтесь ограничить во-первых употребление алкоголя после часу ночи. Во-вторых даже если вам на следующий день стало плохо, все-таки позвоните, можете сюда позвонить, можете в другое профильное заведение. Дело в том, что не в состоянии частной клиники одной справиться с этой проблемой. Конечно то заведение, которое располагается на Брусково, то есть наркологический диспансер, оно полностью подготовлено. Но вот если вас плющитый колбасит с утрица, все-таки не за пивом рвите, а по телефончику позвоните и едьте сюда. Поверьте, это более чем достойный выход из затянувшегося пике.